С нами на связи Константин Криволап, авиационный эксперт и аналитик. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Приветствую вас. Давайте начнем наш разговор с того, что происходит на фронте. На таврическом направлении российские оккупанты возобновили применение штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой в Тавре Александр Тарнавский. Возросла активность вражеской авиации до 18 авиаударов, пишет он. О чем это может говорить, как вы считаете? Это возросло по сравнению с предыдущим периодом месяца. Но в условиях общего двухстороннего голода и недостатка боеприпасов, а то, что сейчас началось распутиться, это основной фактор. То есть техника особенно по полям не гоняет или по дорогам. А учитывая то, что мы там в контрбатарейной борьбе как бы немножко достаем дальше, чем они, ну в силу просто разницы снарядов 152-го и 155-го калибра, то россияне просто вынуждены переходить на работу с вертолетов и с Су-25. Потому что поражение надо наносить, килограммы взрывчатки надо заполнять, создавать Украине проблемы в будущем по разминированию, потому что там есть нормы и масса, которые требуют определенного количества металла, а у нас его будет больше, чем можно себе представить в любом случае. Поэтому тут нет ничего удивительного, тут нет ничего сверхъестественного. Это просто действия, которые происходят сейчас в связи с соответствующими погодными условиями и в первую очередь погодными условиями, а во вторую очередь в связи с дефицитом боеприпасов остальных. Еще одна интересная информация. Под словом Николая Ильичука, командующего воздушными силами, затонувший крейсер «Москва» уже стал авианосцем. ВСУ, как мы знаем, сбили над Черным морем российский бомбардировщик Су-24М, который пытался нанести удар по югу Одесской области. Вот, как видим, враг не оставляет попыток пробить нашу оборону и с этой стороны. Ну, это очень хорошая новость, как только я ее увидел. Ее еще не было, скажем так, в широком доступе, а мне уже сбросили такое «Ура!» Такое, хорошо. Да, это очень хорошая новость. Ну, говорят, что сбили «Патриотом». Значит, «Патриотом» у нас уже неограниченное количество. Там штук 15 по всей стране стоит. Ну, я так как бы иронизирую. Но сбили его технично, сбили его по правилам, сбили как бы по всем обычным алгоритмам дальнобойной зенитно-ракетной системы. Хотя, на самом деле, не дальнобойная, она, скажем так, среднедальнего радиуса действия. Потому что есть еще, которые стреляют еще дальше. Сбили, но, может быть, даже целились по тому, который его прикрывал. Его же там должен был прикрывать какой-то Су-30, да? Да. А он его не прикрыл. Может быть, целились по Су-30, а Су-24 там грудью его прикрыл. Ну, трудно сказать. Но в любом случае хорошо. Лучше бы сбили бы два, но не получилось. Ну, бывает. Ну, усилили бы подводную флотилию, да? Двумя. Да. Но, для того, что это нас еще, мы еще там успеем. Те, кто занимается дайвингом, работают там много. К тому же, вот знаете, есть информация, что этот самолет также минировал возможные пути исследования гуманитарных грузов. Как вы считаете, занимался он и такой деятельностью? По территории абсолютно очень похоже на все это хозяйство. Потому что, знаете, там бряцать оружием, поднимать в воздух кинжалы на Су-31, то есть на МИГ-31К, трясти там латами, там бить копьями. Кричать мы у вас всех сейчас вот тут, здесь. А до этого времени Украина так тышком-нышком 7 миллионов тонн грузов переправила по этому коридору. Это супер, честно говоря. Это просто супер. Ну, им этот коридор все равно не дает покоя. Так или иначе, они будут препятствовать, где только могут и как только могут. Ну, это как в той ситуации с курицей, которая летела с пятого этажа и возражала, знаете. Знаете, тут еще была речь о том, что вот они способны производить, как они заявляют, по крайней мере, там завод КМЗ у них называется, способны производить уже морские дроны. И вот мы говорили с экспертами в области морских вооружений. Говорят, что, ну, применить против чего-то в Украине сложно, потому что у нас нет таких больших там корветов, кораблей и так далее. Они могут направить разве что по портовой инфраструктуре. Или же, что более вероятно, если у них действительно будут такие морские дроны, то будут также атаковать этими дронами гражданские суда. Ну, не исключено, по большому счету не исключено. У них фантазии на это дело хватит. Я не могу прокомментировать это, потому что у меня нет достоверной информации. Догадываться что-то, фантазировать не хочется. Но вполне вероятное развитие этого сценария, как бы, что... Ну, если они мины разбрасывают там в каких-то фарватерах, то совершенно ничто их не остановит. Ракеты они посылают по гражданским кораблям, там, сухогрузам. Ничто их не остановит, и морские дроны по ним посылают. По большому счету, абсолютно с вами согласен. Мина может там, мы поставили там, защищая какие-то наши там территории, ну, типа россияне говорят. Она была на цепи, потом оторвалась, и вот куда-то там приплыла, мы не отвечаем. Ну, натяжка такая слабенькая. Ну, вот просто делать там, скажем, торпедные атаки или дроновые атаки, ну, ракетой там еще можно что-то... Там же была ситуация, когда он там заходил в определенное место, этот кораблик. Но от россиян можно ожидать все что угодно, там ограничений нет. Хотя они стараются какие-то... Их понимание законов, их понимание интерпретации там международного права, они стараются этого как-то более-менее придерживаться. Но ничто не мешает им приступить эти правила и законы. Ну, вот российские захватчики также отправили на поиск членов экипажа, этого сбитого бомбардировщика Су-24М, свой военно-транспортный самолет Ан-26. Об этом сообщал спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат на своей странице в соцсети Facebook. А после, вот, дописал, добавил, Ан-26 оккупантов не оставляет надежд, как стервятники до сих пор кружат над местом погружения. Скажите, даже вот если экипаж выжил бы при падении этого летательного аппарата, сколько он смог бы продержаться в холодной воде Зимнего Черного моря? Ну, правильно сказали, что даже если бы выжил, да. Потому что при катапультировании там, то та техника, которая есть катапультная в России, там ускорение начинается в момент стрельбы, там где-то в течение минуты, когда выстреливается это катапультное кресло, там перегрузка 24G. То есть можно просто умереть в этом кресле, да, от такой перегрузки? Ну, там 10%, если, где-то я помню эти цифры достаточно хорошо, я не помню там дальше, какие тут последствия, но 10% это смещение позвоночника, то есть если вы сидели в школе, там криво на парке, то вам лучше не катапультироваться, потому что какой-нибудь сколиоз дозаработали, или там лордоза у вас нет, и тогда у вас перелом позвоночника гарантирован. 12% переломы ног, потому что немножко неловко поставил, ботинки тяжелые, и переломы ног. И вы представляете, там куча проблем с внутренними органами, то есть даже если он приземлился, ничего не поломал, перелома позвоночника не было, и вы спросили, как ты себя чувствуешь? Он говорит, прекрасно, хорошо, все равно это не дает ему никаких гарантий, еще полгода за ним наблюдают, и статистика такова, раньше было вообще 80% летчиков после катапультирования списывались, сейчас этот процент меньше, немножко лучше катапультные кресла стали, немножко лучше костюмы, немножко лучше подготовка, тренировка пилотов, но в целом все равно это очень высокий уровень комиссования после этого, либо перевод на другую работу, либо пилотирование не таких агрессивных устройств, как истребитель, истребитель и штурмовик самые агрессивные, с точки зрения пилотажа боевые машины, поэтому, если долетел, теперь он долетел, а дальше начинается, помните, у Пикуля был такой роман, реквиум ПК-17, про военную, про вторую мировую войну, когда американцы отправляли эти конвои, там немецкие подводные лодки, за ними охотились, так вот, немцы в то время очень активно проводили эксперименты, я на всю жизнь запомнил фразу, которая мне там, когда я в молодости ее читал, она мне очень понравилась, понравилась, полярника, попавшего в ледяную воду, может спасти только естественное тепло женского тела, можете проверять, по тексту, поэтому 25-30 минут, в лучшем случае 40, пилот может выдержать, я не думаю, что за это время успели поднять Ан-26 с экипажем, со всеми остальными, которые начали заниматься этой поисковой операцией. А скажите, вот вы сказали, ускорение, да, 24G при катапультировании из этой российской техники, насколько я помню, из того, что я читал, то при ускорении больше 9G человек уже может потерять сознание, так это или нет? Ну вот, все воздушные маневры и самолеты, они проектируются под 9-10G, там разные есть элементы конструкции, 9-10G, почему? Потому что с большей перегрузкой пилот просто не будет выдерживать, он будет терять сознание, если там уже при 5-6 уже есть такие временные, такие обморочные состояния, а 9-10G, это оно как бы гарантированное. Но дело в том, что маневр осуществляется больше, чем 1 секунда, а здесь 24G в течение 1 секунды, там не более 1 секунды идет это ускорение сумасшедшее, потому что там надо было... Получается такой сильный удар, под креслом взрывается такой пиропатрон специальный, да, и получается взрывом просто летчика выталкивает. Да, да, да. Полет на пушечном ядре, да? Да, это вот вы разогнались там до хорошей скорости, там почти звуковой, да, и в бетонную стену, то есть вот это вот в другую сторону сила воздействия где-то такая же. То есть это физически очень тяжелая, это сумасшедшая нагрузка, внутренние органы обрываются, там селезенка, печень, там может сердце смещаться, там все что угодно. Еще одна вот большая тема, которую хотел бы с вами обсудить, это список оружия для удовлетворения потребностей сил обороны, которые по сообщениям Reuters с чиновниками обороны передали во время закрытой встречи 6 декабря в Вашингтоне. Там очень много авиационной номенклатуры. Я хотел бы вот пройтись с вами по всем позициям, услышать вашу экспертную оценку, но прежде ваше мнение о том, потянем ли мы вот разную номенклатуру из самолетов и вертолетов, учитывая и логистику, и обслуживание. Надя, здесь дело даже не в том, потянем или не потянем. Я когда посмотрел этот список, то я так вторично посидел, потому что я не понял, вообще ничего не понял. То есть, вообще так, сначала у меня была мысль о том, что это вообще фейк. Ну, просто фейк. Потом у меня возникло такое подозрение, может быть, я там что-то не понимаю, что-то не знаю в этом мире, особенно там в авиации, не понимаю там... И вообще полный ноль в транспортной авиации, да? Потому что у нас есть куча... У нас есть Русланы, которые еще летают сейчас. У нас есть 12 арестованных Русланов по всему миру. У нас есть канадцы, которые еще в прошлом году были готовы передать. В любом случае, Руслан лучше двух этих транспортиках, о которых говорится. Они способны больше перевозить и обслуживают, и выполняют контракты с НАТО. Ну, то есть... Ну, и двигатели наши. Да, и куда мы собираемся это дело все летать? По Украине будем летать на этих транспортных самолетах. Ну, то есть, вот ощущение абсурдности меня не покидало, и я начал смотреть по остальным позициям. Ну, давайте мы сейчас все эти позиции с вами обсудим. Да, и так вот по F-16, но более-менее нам все понятно. Мы уже много раз говорили с вами об этих универсальных, вот как вы любите называть птичек, да? Вот, и сегодня что-то новое, наверное, уже сказать нашим зрителям невозможно. Но вот появилась информация... У меня есть футболка F-16, поэтому будет новая. Будет F-16, один футболка. Ну, да, мы будем ждать. Если у вас, я смотрю, информация появляется даже быстрее иногда по своим каналам, поэтому если выйдете в эфир с нами в футболке F-16, мы уже будем знать, что, возможно, самолеты уже в Украине. Ну, вот появилась информация о новом самолете, F-18, или вот как правильно его маркируют, это F-A-18. Скажу зрителям, это палубный вообще истребитель, бомбардировщики. Насколько я помню, вот возможности этого самолета хорошо показаны в фильме Top Gun Maverick. Многие, наверное, помнят очень красивые кадры из этого фильма. Но скажите, в чем может быть его польза для ВСУ? Насколько действительно нужен этот самолет? Чем он кардинально отличается от того же F-16? То, что у него два двигателя, он может больше взять на борт? О, последнее было абсолютно правильно. Не может. Столько же. Но не в этом вопрос. Давайте вспомним историю вопроса. Как появился F-16, как появился F-18. Минобороны США объявила тендер. Я знаю, это были два конкурента. И фактически F-18, это в первой разработке, это был конкурент F-16. Так ведь? Совершенно справедливо. И ВВС от него отказалась. И сказала, нет, нам вот этот вот такой странный ишечок, обвешанный всем, чем попало F-16, он нам нравится больше всего. И F-16 за эту свою, ну, фактически, 50-летнюю карьеру, он вот в этом виде ишечка, который там нагружен всем, чем только можно, он имеет грузоподъемность там на уровне 7,5 тонн, где-то там 7-700 или что-то такое. Но это последние уже модификации. По-моему, 70-72, а может быть еще и 50-52 блоки, да? И он модернизировался таким образом, что по радиолокационному оборудованию, по всему остальному, он сейчас соответствует реально там 4+, 4+, что было с F-18? F-18 изначально был тяжелее, изначально был дороже в обслуживании, два двигателя, больше топлива, он тяжелее практически в два раза, ну, масса пустого практически в два раза тяжелее, чем F-16. И по вооружению он, он как изначально имел эту грузоподъемность, там он поднимался там где-то с 5,5 или 6 до 7,7,5. Вот на этом же уровне он и остался. Может быть, единственное, там и существует какой-то миф, вот я подумал, может быть, это такая фишка была, что у F-18 очень сильные стойки шасси переднего, а у F-16 слабая стойка шасси. Ну, два случая было, когда она сломалась по вине пилотов, но вот это вот какая-то вот такая вот история возникла, и ее постоянно продвигают. Так вот, у F-18 у него передняя стойка шасси, она еще и предназначена для того, чтобы, когда он приземляется на авианосец, чтобы его поймать за эту стойку шасси, то есть его ловить за стойку шасси. Поэтому она спроектирована по совсем другой прочностной схеме, и там стоят перед этой стойкой шасси совершенно другие задачи посадки. Понимаете? Поэтому какой толк от F-18, я бы понимал, если бы еще речь шла о гриппене, что нам нужен гриппен для того, чтобы таскать Тауэрс, для того, чтобы таскать там Стормшедов и Скальп, я бы это еще понимал. Но F-18, если бы нам сказали, вот 200 мы вам даем, F-16 не даем, а даем 200 последних модификаций, там супер шмель F-16. Я бы сказал, ну ладно, ну так, 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 ну вот так, зато 200. А вот дополнительно добавить еще F-18, не понимаю. Не понимаю. Ну и насколько эти машины уживутся вместе, да, вот смогут ли инженеры обслуживать, ну два типа самолетов там на одной базе, или нужны там какие-то отдельные специалисты для каждого этого самолета? Ну это абсолютно разные машины, там, это, можно, конечно, там обучить, работать на, там, по оборудованию радиотехническому, там, по вооруженке, там, можно сделать, там, многофункциональных специалистов, это как-то более-менее реально выглядит, а техники все равно будут у каждого самолета свой техник, это ж, какая-то привязка полная, ты техник, ты хозяин самолета, тебе его другому не дадут, пилоты меняются, а техник самолета один и тот же. Следующая позиция, самолеты транспортные, вы уже начали о них говорить, тут, ну, две позиции, да, это S17 Globemaster и C-130 Super Super Hercules. Давайте начнем с первой, с чем можно сравнить, вот, Globemaster, с L76, наверное, нет? Ну, он где-то между L76 и, ну, наверное, даже ближе к L76, потому что он там где-то в разных вариантах, ну, так, средний, там, перелет на, там, четыре с половиной, пять тысяч метров, то есть километров, это где-то у него там, тон под 70. L76 столько не подтянет, а Руслан, скажем, даже не заметит, ну, где-то вот в таком, вот так это, то есть он где-то между, но я, за 200 миллионов можно купить много других, более полезных, нужных нам вещей, которые, ну, как бы, найдут свою эффективность на фронте, а эти перевозчики, эти, грузовички, они будут, они по Украине летать не смогут, или, может быть, я что-то не знаю. Ну, будем считать, что мы чего-то не знаем, а вот скажите, Си-130 Супер Геркулес, он больше похож, наверное, на Ан-70, вот, который так и не запустили в серию. Ну, где-то, да, где-то он этого же класса, да, но он, чтобы вы понимали, он достаточно такой, пиццарковатый, его там модернизировали, ставили новые двигатели, там, улучшали механизацию, но он, он где-то, он пиццарковатый такой, он где-то, если я так, где-то 80-х, конца 70-х, где-то вот, из тех времен он. Хороший, надежный, трудяга, выносливый, и хороший самолет. Вообще, все транспортники американские, они очень долго вынашивались, долго там модернизировались, но они все работяги, тут ничего не скажешь. Давайте теперь по вертолетам пройдемся, помню, мы с вами обсуждали, насколько хорошо бы ВСУ имеет в своем распоряжении ударные вертолеты Апачи, и вот заявка подана, на что вы здесь обратили бы свое внимание? Ну, я бы обратил внимание, что, конечно, это все хорошо, когда у тебя там вьетнамские джунгли, прилетает Апачи или Хок, и при условии там, что там в лучшем случае выбегает какой-то партизан с ПЗРК на плече, вот это все, что тебе может противодействовать. А сейчас ни наша авиация, ни российская авиация к линии соприкосновения, если подлетает, то там старается как можно дальше находиться, и в отдельных случаях даже наши ребята и залетают, но это каждый раз очень рискованное мероприятие, потому что у нас очень хорошая атмосфера, то есть не атмосфера, а оборудование для ситуационной осведомленности, и мы как бы хорошо знаем, где что есть, и какие есть угрозы, и тогда уже принимаются решения, как на малых высотах там проманеврировать и залететь, сделать какое-то полезное дело. но это не системные вещи, потому что вся линия фронта очень сильно забита всякими тактическими оперативными средствами, то есть малого радиуса действия и там мобильные устройства, и просто переносные комплексы на плечах, да, оно там очень плотное, и в этих условиях, как будут работать вертолеты, как боевые машины, а это именно ударные вертолеты, они, это не транспортные вертолеты, если бы там были транспортные вертолеты, я бы еще как бы эту ситуацию понимал, там какой-нибудь Сикорский там вагон какой-нибудь летает, а вот с этими боевыми вертолетами я не совсем понимаю, это достаточно высокий уровень угрозы для них. Ну то здесь фактически поднялся, сделал горку, отстрелялся и сразу нужно садиться, иначе засекут и собьют, да? Не садиться, не садиться, не садиться, а садиться, а потом подальше, понимаете? Да, чтобы на стоянке не достали. А вот многоцелевые вертолеты Black Hawk, Черный Ястреб, да, благодаря Голливуду, он известен далеко за пределами США, вот этот вертолет мог бы прийти на смену какой технике? Ну и, понимаете, он все равно боевой, его можно использовать там для перевозки, для десантирования, для транспортировки, но это как бомбардировщик использовав для перевозки коров, как в знаменитом российском фильме, да, там особенность национальной охоты, это где-то вот там же, да, это боевой вертолет, он для десантирования, он для атаки, он для, он достаточно мощный, но если такая дура появится там вблизи линии фронта, это будет самое вкусное, что захотят попробовать, потому что, ну это, и, скажем, для десантирования он очень серьезен, это не сможет сделать F-16, а все остальные боевые задачи, которые не связаны с десантированием и транспортировкой, F-16 будет выполнять в несколько раз более эффективно, чем любой вертолет. Ну и осталась у нас еще одна позиция, один пункт, это беспилотники МКУ-9БСК и Гардиан, это, как я знаю, самолет-разведчик с мощным радаром и возможностью оставаться в воздухе до 40 часов, вот плюс, как я прочел, это еще и достаточно универсальная платформа, что вы можете сказать по этому беспилотнику, что вы о нем знаете? Ну, я знаю, что он стоит почти как истребитель, если не больше, да, я знаю, что он летает достаточно высоко, в связи с этим декларируется, что он там за 20 метров, за 20 километров может залететь высоко, но возникает вопрос, а для чего? Если вы хотите следить за обстановкой, то возьмите там привязной дирижабль, как, или просто дирижабль, поднимите воздух радиолокационную станцию, либо средства радиолокационной разведки, да, идеальный вариант, берем дирижабль, цепляем на него кольчугу, поднимаем вверх, попробуйте эту кольчугу сбить, а так мы знаем все там на тысячу километров вокруг. Учитывая то, что кольчуга, она пассивно принимает сигнал, она сама ничего не излучит. Она не светится. Но даже если поставить активный радар, расскажите мне, как этот дирижабль сбить, вот я с военными там обсуждал эти вопросы, они говорят, так его же сразу собьют, я говорю, а как? А как? Я не понимаю, как его можно сбить, а привязной. А поляки, я всем оппонентам там периодически подбрасываю какие-то новости, поляки берут аэростат американский, и на него цепляют радиотехническое оборудование. И мы все видим, и мы все знаем. Хотите в качестве ретранслятора его используйте, хотите как угодно. Ну и, наверное, такой дирижабль стоит намного дешевле, чем... Ну, еще честно, он там... Транспортировка, скажем, сравнивают дирижабль с самолетом на транспортировку там в несколько раз, а с вертолетом не сравнивают, потому что это слишком много нулей писать надо. Вот такой дирижабль, он практически одноразовый или это многоразовая система? Честно говоря, мы еще не обсуждали, даже и не наговорили вот на эту достаточно экзотическую тему. Это очень такая интересная тема. Он не... Есть, конечно, одноразовый, но одноразовый это воздушные шарики аэростаты, которые летают из Китая в Америку, да. Там их американцы потом с трудом сбивают, потому что его тоже сбить проблема. Пробиваешь его, ракеты попасть трудно, потому что он родилокосонно незаметен. Стреляешь с пулемета, оно пробивает, дырочки свистят, но он продолжает лететь, потому что существенные потери там этого рабочего газа нет. Это очень интересная тема, я давно о ней говорю, но пока безрезультатно. Но технические решения найдены. И один из скажем, больших крупных американских специалистов в этом вопросе это бывший одессит, бывший рожденец Украины, который там родители вывезли в 90-е годы в самом начале я не помню то ли сразу в Америку то ли через Израиль, но в любом случае это он украинец, он здесь бывал и здесь его знают в Министерстве обороны, они там устанавливали радиотехнические устройства в 15-м или 16-м году на побережье Одесского моря, то есть Одесского района вдоль моря. Там очень большое понимание, как это делается. Сейчас совершенно новые концепции дирижаблестроения, использования, эксплуатации, технологии запуска, технологии приема, они уже стали летать как самолет, они уже используют подъемную силу, то есть форму дирижабля в виде аэродинамического профиля, то есть в форме крыла. И он себе взлетает, летит себе и делает свои задачи. Там очень много интересного, очень много открытия вариантов. Это коротко не расскажешь. Да, но тема интересная, надеюсь, что как-то мы сможем с вами поговорить еще на эту тему, тем более, что вот эта война, эта война показала, что какими-то более простыми, какими-то более дешевыми решениями можно достигать очень больших целей. Это и опыт наших врагов запуском шахедов, к которым оказались, вот как бы мы сразу были не готовы. Сейчас, конечно, мы эффективно с ними боремся, но это достаточно дешевое решение, которое можно штамповать на конвейере сотнями. Это еще эффективнее. Доставило, да, доставило очень много хлопот. И точно так же вот такие решения интересные, например, с дирижаблями, могли бы тоже помочь нашей обороне и нашему наступлению. Спасибо вам большое. Спасибо за этот очень интересный разговор. Всегда нам не хватает с вами времени в эфире, но надеюсь, вы найдете еще время для того, чтобы выйти с нами на связь. Константин Криволап, авиационный эксперт и аналитик, был в эфире «Фридема».